Абдухалил Венусалеев не может сдержать эмоции. Рваные, рассыпающиеся учебники, которые его внукам выдали в родной школе, сначала привели его в замешательство, а потом разозлили настолько, что он решил действовать. И обратился в облану и к журналистам. Вы посмотрите, как по таким учебникам можно учиться? Это что такое? Учебник 2000 года выпуска? Неужели за 16 лет в эту школу ни разу не поступали нормальные учебники? Классный руководитель подтверждает, действительно выдала внукам Абдухалил Акя старые учебники. Но при этом она пообещала, по возможности учебники заменить. В связи с переездом в новое здание у нас были трудности. До сих пор я каждый день наведываюсь в школьную библиотеку, чтобы выбрать там хоть что-нибудь. И внукам Абдухалил Акя книги я поменяла. Другое дело, что у нас в этом году второклассников больше, чем в прошлом. Поэтому книг на всех не хватает. Мы спросили у директора школы, была ли подана заявка о дополнительных учебниках в связи с увеличением количества детей. И можно ли надеяться, что детям выдадут учебники. Только конкретного ответа услышать так и не удалось. Мы столько лет учились в маленьком здании, учились три смены, наконец нам построили хорошее здание. Просто надо подождать немного. Не все сразу делается. Будут учебники. Мы подавали заявку, нам сказали подождите, для вторых классов учебники придут в следующем году. А в этом пришли новенькие для первоклассников, которые теперь обучаются по новой программе. По всей видимости, этим второклассникам так и придется учиться по старым учебникам. Педагоги говорят, хотя местами и есть разница с учебниками 2013 года, пусть будут хотя бы такие книги, чем вообще ничего. Вот только ни директор этой школы, ни учителя сейчас не могут ответить на один простой вопрос. По каким учебникам придется учиться этим детям завтра, когда они перейдут в третий класс? Продолжение следует...